За минувшие выходные на территории Брестской области произошло пять пожаров. Огонь повредил три строения. Погибли три человека. Все три трагедии произошли в Барановичах и Барановичском районе. Мужчина 1968 года рождения стал жертвой огня при пожаре в гаражном кооперативе. На пожаре дома в агрогородке Германтовцы обнаружены погибшие хозяйка 1961 года рождения и находившийся в гостях гражданин 1950 года рождения. Оба – пенсионеры. Причины пожаров и гибели людей устанавливаются. Еще три пожара с повреждением имущества произошли в выходные дни. Спасателям поступило сообщение о пожаре в доме сезонного проживания в агрогородке Остров Ляховического района. Работники МЧС оперативно прибыли к месту вызова. Кровля дома была полностью охвачена огнем. Наблюдалось горение внутри. В результате пожара кровли уничтожено, повреждены имущества, перекрытие, внутренняя отделка. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. На дорогах области за выходные зарегистрировано одно ДТП. Травмирован человек. 4 марта около 19 часов 30 минут 24-летний житель города Жабинки управлял автомобилем такси «Ладо» и двигался по автодороге Р-104 Жабинка-Кобрин. На первом километре вышеуказанной автодороги по предварительной информации не справился с управлением, в результате чего съехал вправый по ходу движения «Кювет», где допустил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП 60-летняя пассажирка транспортного средства с травмами госпитализирована. Брестские таможенники установили факт перемещения партии импортного мыла польским перевозчикам, который при таможенном оформлении занизил реальную стоимость товара в 12 раз. В грузовом отсеке автомобиля перемещалась партия мыла со стоимостью 60 тысяч рублей. При проведении проверочных мероприятий сотрудники таможни установили фактическую стоимость, которая оказалась в 12 раз больше заявленной и составила порядка 750 тысяч рублей. По данному факту Брестской таможни начат административный процесс. В Барановичский РОВД поступило сообщение о том, что нетрезвый гражданин ударом ноги повредил игровой аппарат, расположенный в одном из увеселительных заведений придорожного сервиса трассы М1. Как выяснилось, компания молодых людей отдыхала в различных заведениях города Барановичи. Когда в городе увеселительные заведения закрылись, молодые люди воспользовались услугами такси и отправились в круглосуточное заведение. Там они продолжили отдыхать. Около 7 часов 30 минут утра мужчины решили разъехаться по домам и вызвали такси. Когда автомобиль такси приехал, один из мужчин, проходя мимо призового аппарата, ударил по нему ногой. Сумма причиненного индивидуальному предпринимателю ущерба составила порядка 500 рублей. В скором времени хулиган был задержан. Им оказался нигде не работающий 29-летний житель Барановичей. Следователями дана правовая оценка действиям фигуранта. В отношении него возбуждено уголовное дело за хулиганство.